С добрым утром, тюменцы и жители области! Это программа «Утро» на телеканале «Тюменское время» в студии Данила Фатин. В это сложно поверить, но на календаре 28 мая, хотя по всем признакам такое ощущение, что 28 апреля. Не знаю, как вы, а я уже немного устал каждый день перед выходом на работу выбирать между легкой ветровкой и теплой осенней курткой. Помнится месяц назад или где-то около того, синоптики обещали экстремально жаркое лето, но пока им даже не пахнет. Оставайтесь с нами, возможно, информация, которую мы для вас подготовили, хоть немного вас согреет. Движение жизни. Насколько полезны пешие прогулки и могут ли они заменить полноценную тренировку? Домашний майонез. Знающие люди утверждают, что попробовав однажды домашний майонез, к магазинному уже не вернуться. Узнаем, так ли это? Дело в цвете. В день брюнеток мы решили спросить у тюменцев, чем блондинки отличаются от брюнеток. Уральские блины настолько суровы. Наш коллега Анастасия Семянова расскажет и покажет, как сделать привычное блюдо необычно вкусным. Ну и давайте сразу поговорим о погоде, раз уж она у нас такая своеобразная для конца мая. На день синоптики обещают плюс 14, что довольно неплохо, но дождь, хоть и небольшой, а также северо-западный ветер со скоростью 7 метров в секунду, все немного портит. Ночью всего плюс 2, без осадков и западный ветер 4 метра в секунду. Что творится, непонятно. А ведь мы с вами так ждали наступления тепла, чтобы наконец-то иметь возможность побольше гулять. Потому что, если вы не знали, ежедневные 30-минутные прогулки способны творить чудеса. А вот какие, нам расскажет Марина Гарюшина. Доброе утро, дорогие телезрители! Я встречаю его на улице и отправляюсь на одну интересную встречу. Погода в темене яркая, солнечная, хоть переменчивая, как и весь май. Тем не менее, даже низкие градусы уже не ощущаются слишком холодными, а это, конечно, не может не радовать. Кстати, передвигаюсь я по большей части пешком. И любовь к пешим прогулкам у меня уже, наверное, года 4. Когда началась пандемия, я выходила из дома, чтобы просто подышать воздухом. А на данный момент это прямо неотъемлемая часть моей жизни. Я люблю взять с собой наушники, послушать музыку, посмотреть на людей вокруг. Просто перезагрузиться. Это работает для меня как процесс медитации. Максим, здравствуйте! Наконец-то я до вас дошла. Сегодня будем говорить о пеших прогулках как раз. И первое, что меня интересует, как выбрать правильно обувь для пешей ходьбы, чтобы ноги не уставали. Здравствуйте! Самая первая, наверное, рекомендация по обуви. Выбирать очень комфортную. И я бы, наверное, все-таки дал советовать выбирать беговую обувь. Потому что очень хорошая ортопедическая форма, есть телька и амортизация. Вся беговая обувь, по моему опыту, по опыту моих учеников, очень-очень хорошо разгружает ноги и суставосвязочный аппарат. А может ли вообще пешая прогулка считаться полноценной тренировкой? Конечно, пешая прогулка – это и есть полноценная тренировка. Отличается от ходьбы только от бега меньшей нагрузкой. Потому что во время ходьбы нет никакой ударной нагрузки, нет прыжковой составляющей. Поэтому очень хорошо. Хорошая кардионагрузка на сердечно-сосудистую систему. Очень хорошо работают мышцы и развивается выносливость. С этими словами согласна и телеведущая Анастасия Щербакова. Этой весной она уже прошла около 900 километров. Такая активность не только поднимает ей настроение, но и позволяет отлично себя чувствовать. Мой традиционный ежедневно любимый маршрут – пешком домой с работы. Он занимает ровно 5 километров. Прохожу я его очень быстро, потому что моя скорость выше 5 километров в час. Я люблю гулять до нашей набережной. До набережной от моего дома тоже 5 километров. Поэтому я точно уже шагами измерила расстояние до моих любимых прогулочных локаций. Набережная, улица Дзержинского. Незнакомые районы нашего города. Я могу спонтанно куда-то уехать и гулять там, рассматривать, открывать для себя новые уголки Тюмени. Для тех, кто хочет начать больше ходить пешком, есть несколько советов. Во-первых, отслеживайте количество шагов. В этом помогут фитнес-браслеты, либо приложения на смартфоне. Минимальная нагрузка начинается от 5 километров в день. Во-вторых, используйте любые возможности для прогулок. Важно регулярно выделять активности хоть какое-то время. Кроме того, вы можете менять темп и увеличивать пульс, чтобы нагрузка была сильнее. Выбирайте удобную обувь, одежду и следите за своими ощущениями. Главное – не лениться. И помнить, что движение – это жизнь. В этом году Тюменской области исполняется целых 80 лет. События настолько масштабные, что праздничные мероприятия стартовали уже 25 мая, за 80 дней до юбилейной даты. Одним из знаковых событий станет переезд стемп до Тюменской области с выставки «Россия» на Цветной бульвар. А в финальный день, 16 августа, на площади 400-летия Тюмени состоится ряд мероприятий, одним из которых станет выступление Тюменского филармонического оркестра. Если вам не терпится узнать, что же еще интересного для нас с вами подготовили, заходите на сайт тюменскаяобласть.рф Очень хотелось бы надеяться, что к юбилею Тюменской области погода наладится. Потому что в холод по всем этим многочисленным мероприятиям особо не нагуляешься. Хотя есть и такие люди, которым погода никак не помешает отпраздновать день рождения любимой области. Например, специалисты утверждают, что те, кто родился под знаком рыб, относятся к погодным изменениям философски. Главное – одеться по погоде. Это я вам как рыба говорю. Про остальные знаки зодиака расскажет Гороскоп. Увны. Несмотря на огненный темперамент, вам потребуется терпение и осторожность. То, что вы наметили, не получится выполнить быстро. Просто дождитесь результата чуть позже. Начатые в этот день новые дела завершатся успешно. Тельцы. Решения будут рождаться в спорах. Хорошо, если вы умеете отстаивать свои позиции. Неожиданно могут принять другую сторону люди, которые раньше вас поддерживали. Но в итоге удастся договориться. Близнецы. Обстановка дня не способствует решению важных дел. Поэтому пока займитесь рутиной. Возьмите паузу и отдохните. Можете организовать встречу с дорогими для вас людьми или сходить на шопинг. Раки. Раздражительность не идет на пользу личным и рабочим отношениям. Поэтому держите себя в руках. Если допустить мелкую ссору, она легко перерастет в крупный конфликт. Отношения еще долго придется восстанавливать. Львы. Можно с успехом завершить начатые ранее дела. От вас потребуется точность, сосредоточенность на деталях, аккуратность. Те, кто занят творческим трудом, могут позаимствовать чужие идеи. Девы. Вас очень истощают споры на ровном месте. Не позволяйте вовлекать в себя пустые разговоры. Действуйте размеренно. Тогда вы успеете сделать все, что запланировали на день. В центре Тюмени, на улице Ленина, где ведут раскопки археологи, обнаружены интересные находки. Работы так много, что специалистам нужна помощь волонтеров. Берут в команду и людей без опыта. Вдруг и вы хотите присоединиться к секретам прошлого или просто интересуетесь историей? Тогда следующий сюжет не оставит вас равнодушным. Еще несколько недель назад здесь ходили люди, не подозревая, что под их ногами сотни артефактов. Несколько веков назад здесь была жилая застройка. Как сегодня церковь Михаила Архангела. И где-то здесь, по версии археологов, дом купца, который торговал виноводочными изделиями. Обнаружены игральные фишки, которые однозначно нам свидетельствуют о том, что вполне вероятно население Тюмени здесь, что делало, занималось азартными играми. Фишки, выточенные из керамических сосудов. Также обнаружена пряжка от ремня, которой население простые люди. Сейчас археологи стоят на слой земли 18 века и наметанным глазом видят. В основном это кости и керамика, то есть что кушали и из чего кушали. То есть здесь мы видим кости. Также у нас торчат и стенки, можно увидеть тоже кости животных, которые в большом количестве у нас здесь находятся. Работают пока лопатами, после вход пойдут совочки, шпатели и кисточки. В деле этой команды много тонкостей и мелких, но бесценных находок. Даже если это деньги, например, монеты 17 века, которые называют чешуйками, из-за их размера. Даже мы, когда их достаем сейчас, они у нас выпадывают. В древности их носили за щекой. Так ходили на базар, ведь карманов на одежде бедняков тогда не было, поясняют историки. Артефакты с раскопок археологи досконально изучают в лабораториях научного центра. На улице Ленина обнаружены элементы украшения старинной печи, фрагмент могильного памятника, множество аптечных сосудов и крестов. Тут мы можем видеть с обратной стороны текст молитвы. То есть такие мы еще не находили, возможно, они относились к более ранним периодам. Также можно обратить внимание еще на один крестик, такими серповидными окончаниями. Изготовлены, то есть примерно 16-17 века. По этим находкам напишут новые истории о Тюмени и обещают рассказать их всем желающим на выставках в музеях. Продолжим погружаться в историю. Считается, что 28 мая 1756 года, во время Семилетней войны, впервые был приготовлен майонез. Из-за нехватки продовольствия некий безымянный повар был вынужден придумать оригинальный соус, чтобы солдаты, оккупированного англичанами французского гарнизона, перестали давиться омлетом. Получился он необычайно вкусным, и после войны его рецепт разлетелся по всей Франции. Поскольку дело было в городе Майон, соус назвали майонским, что по-французски звучит как майонез. Более привычно. Как-то неудивительно, сегодня рецептура соуса почти не изменилась, и ничто не мешает делать его самостоятельно в домашних условиях. Чем, кстати, многие и занимаются. Смогут ли мои коллеги отличить домашний майонез, который приготовила Татьяна Фридрих, от магазинного? Давайте узнаем. Ребят, как вы смотрите на то, что приготовить вкусный домашний майонез? Лично я ни разу его не готовила, поэтому сегодня будут эксперименты. Ну и, конечно же, майонез мы будем готовить по моей любимой книге Алены Голецкой. Итак, для приготовления майонеза нам потребуется растительное масло, щица, два желтка, сахар и соль. Так, мы взбили яйцо, горчицу, соль и сахар. Сейчас нам нужно потихоньку, ну, тут все падает, выливать растительное масло. У меня оно подсолнечное, нерафинированное, будет с таким прикольным ароматом. Двенадцать, десять-двенадцать ложек. Так, берем ложечку. Мне кажется, очень соленый, поэтому соли бы я чуть-чуть меньше добавила, но вкус потрясающий. Своим домашним майонезом я решила угостить своих коллег. Вот смогут ли они различить, и что будет, на их взгляд, вкуснее, домашний, либо магазинный майонез? Прямо сейчас с вами проверим. Пойдемте. Ну, мне кажется, вот это уже будет какой-то домашний. Давай посмотрим. Так. Что бы ты хотел? Есть каждый день. Честно! Мясо хотел бы, конечно. С домашним. Вот это вот домашний. Ура! Вот это магазинный. Мясо... Это очень, очень вкусно. С оттенкой меда. Что вкуснее? Это точно майонез? Это точно майонез. Так. Как, вкусно? Вкусно. А это? Смотрит, но ты скажи тогда, что у нас будет на них взял. Ну... Честно, Дима! Предположу, что это магазинный, а это домашний. А что вкуснее? Магазинный. Честно же сказали. Да, да, все верно. Вот этот магазинный, этот домашний. Давайте, что вкуснее? Для любителей соленого этот, конечно, лучше. Да. То есть ты, Коля, голосуешь за домашний? Ну, да. Я тоже за домашний соленый сказал. Ой, ой, родные люди мои! Вкусно? База. База. Это база. Классик. Давайте. Да. А сейчас домашний. Другим концом. Давайте. Это такая хорошая классика была. А сейчас... Он такой соленый? Да. Он такой... Подожди, он не только соленый. Маслом он дает, да? Да, маслом. Оливковым? Нет, не рафинированное. Да, которое масло... Но если соли меньше добавить, вы бы и стали его есть? Что вкуснее? Это мне напоминает одной такой здоровый салат. То есть я бы вот с этим поела, да. Вот я бы его, знаешь, использовала вместо вот заправки к салату Цезарь или что-то вот такое. Поняла? Вот. Ну что, ну что, эксперимент, я считаю, удался. Получается, в основном, то всем людям... Ну, с пельмешками, конечно, базу. Базу? Базу, скорее! И с варениками. Я только захотела себя поблагодарить. Девчонки, спасибо большое. Я думаю, что и тот, и тот майонез прекрасен. Просто каждому блюду свой майонез. Да, и тот майонез. Кстати, россияне безоговорочно возглавляют рейтинг самых страстных любителей майонеза. Хотя, мне кажется, вы и без меня об этом знали. В тех же Соединенных Штатах, например, его на дух не переносят и предпочитают добавлять в еду кетчуп или горчицу. Не нашу, соответственно. От нашей, мне кажется, они наплакались бы еще. Еще больше полезной информации ждет вас во второй половине выпуска. Далеко не уходите. Скоро продолжим. Дело в цвете. В день брюнеток мы решили спросить у тюменцев, чем блондинки отличаются от брюнеток. Уральские блины настолько суровые. Наш коллега Анастасия Семянева расскажет и покажет, как сделать привычное блюдо необычно вкусным. И снова здравствуйте, друзья. Меня зовут Данила Фатин. Вы на телеканале «Тюменское время», в эфире программа «Утро», и мы продолжаем. Ежегодно, 28 мая, отмечается День брюнеток. Праздник хоть и неофициальный, но имеющий право на существование. Тому, как День блондинок существует, и было бы, наверное, несправедливо обходить вниманием темноволосых женщин. Моя коллега Марина Горюшина отправилась на улицы города, чтобы выяснить, кому больше симпатизируют тюменские мужчины. А главное, почему. Смотрим. Блондинки или брюнетки – это вечный спор. Я не отношусь ни к первым, ни ко вторым, так что сегодня буду занимать нейтральную позицию и выяснять, у кого больше поклонников. Кто вас больше привлекает, блондинки или брюнетки? Брюнетки. Я сам ближе к этому брюнетку, поэтому, не знаю, как-то вот тянется, как больше брюнетка. Блондинки. Потому что жена блондинка. А говорят, что блондинки еще плохо водят. Ну, это есть. Блондинки, конечно. Брюнетки, конечно. Брюнетки более преданные, наверное, мужчинам. А блондинки действительно плохо водят? Ну, мне кажется, одинаковые женщины все водят. А как они водят, расскажите? Ну, можно без комментариев. Бытует мнение, что они, ну, блондинки имею в виду, что они не очень, как бы, умом блещут. Я, конечно, в это не верю, но все-таки брюнетки. А если взять блондинку и перекрасить ее в брюнетку, она умнее станет? Да. Вы пробовали? Нет. Ну, у вас девушка-то ваша блондиночка. Ну, она брюнетка коренная, поэтому умная. Не поможет. Правда, нет. Почему? Природу не обманешь. Такой сложный вопрос. Учитывая нынешние средства для покраски. Всякие нравятся. Особенно в моем возрасте, 80 лет. Светленькие. Блондинки, получается. А вот есть стереотип о том, что блондинки – это девушки легкомысленные, немножко даже глупые. Вот вы согласны с этим? Мне кажется, сами по себе девушки немного легкомысленные. Вот это заявочка. Явы. Если честно, я не знаю, кто это такой. Меня больше привлекают брюнетки. А почему? Ну, потому что у меня больше подруг брюнеток, чем блондинок. А ты бы хотела перекраситься в черный? Нет. Я, если честно, был уверен, что большинство предпочитает блондинок. Видимо, это один из многих стереотипов, которые окружают прекрасную светлоголовую половину человечества. Вообще, удивительно, конечно, как люди заморачиваются при выборе второй половинки. И цвет волос для них важен, и рост. А некоторые всерьез рассматривают совместимость с тем или иным знаком зодиака. Смотрим вторую часть гороскопа и принимаем во внимание все его прогнозы. Весы. Ваш энергетический потенциал на высоком уровне, поэтому легко решаются любые дела. Вы сможете показать себя с хорошей стороны, что повысит ваш авторитет среди коллег и знакомых. Скорпионы. Вам пригодится навык коммуникации. День будет посвящен общению. Правда, увлекательные диалоги не принесут практической пользы. Дома могут возникнуть бытовые проблемы, которые нужно срочно решить. Стрельцы. Придется плыть против течения. Вы с азартом ответите на любые вызовы. Не обязательно действовать в одиночку. У вас появятся союзники и новые деловые партнеры. Козероги. Ваш энтузиазм обусловлен высоким энергетическим потенциалом. Это отлично, но добиться успеха можно только составив четкий план действий. Распределите усилия заранее, а потом принимайтесь за работу. Водолеи. Энергии этого дня будут держать вас в напряжении. Под их воздействием вы утратите обычное спокойствие. Однако мрачный взгляд на жизнь быстро сменится оптимизмом. Уже к вечеру вы будете пребывать в приятном расположении духа. Рыбы. Вас порадует слаженная работа коллектива. Хорошо, когда рядом есть единомышленники, разделяющие ваши идеи и всегда готовые помочь. Кстати, со временем кто-то из коллег может стать вашим возлюбленным. И к другим темам. На сайте достижения.рф идет голосование за крупные инфраструктурные, молодежные и туристические проекты регионов Уральского федерального округа. Тюменскую область представляют шесть номинантов. И в их числе межвузовский кампус, который построят в Тюмени. На его территории студенты и преподаватели всех ведущих вузов региона смогут вести научную деятельность и реализовывать совместные проекты. Для нас кампус — это инфраструктурный каркас научно-технологической повестки региона. То есть мы развиваемся поэтапно. И сейчас, вы знаете, у нас разработана программа научно-технологического развития. В настоящее время мы проектируем новую версию программы. И кампус — это такой самый главный инфраструктурный элемент и стратегии НТР региона, и программы научно-технологического развития. Начались школьные каникулы, и дети стали проводить больше времени на улице. Это, с одной стороны, хорошо, хотя бы не торчат за компьютером и в смартфоне. А с другой, не все из них достаточно внимательны при пересечении проезжей части. Именно поэтому на лето запланирован ряд мероприятий с участием госавтоинспекции. Главный госавтоинспектор Тюменской области Андрей Миллер рассказал об этом подробнее ведущей программы «Перекресток-72» Карине Закирьяновой. Здравствуйте, Андрей Викторович. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие вообще мероприятия сейчас планируются с Вашим участием? Возможно, с детьми, с учителями, родителями? Планируются ли какие-то встречи или уже прошли? Да, действительно, в преддверии летних каникул сотрудники госавтоинспекции традиционно в это время проводятся мероприятия «Внимание детей». Основная направленность – это детская аудитория, юные участники дорожного движения, работа в образовательных учреждениях. Мы уже начали ходить, и сотрудники госавтоинспекции, руководители. Я сам недавно был в одном из образовательных учреждений, где с начальными классами я проведил как раз индивидуальную такую работу, направленную на предупреждение ДТП в летний период. Мы эту работу будем проводить и непосредственно во время каникул, как в пришкольных лагерях, так и будем выезжать в лагеря, где дети будут отдыхать, для того, чтобы напоминать в ежедневном режиме об основах, о правилах дорожного движения, о том, какие ловушки ждут их, на что необходимо обращать внимание. Ну и уже активно работу проводили и будем проводить с родителями на родительских собраниях, с педагогическим коллективом образовательных учреждений, для того, чтобы комплексно влиять на вопросы аварийности и противоварки кудетского дорожно-транспортного травматизма. А сколько уже известно, вот сколько в этом году произошло ДТП с участием детей? Да, на текущий момент на территории Тюменской области произошло 140 дорожно-транспортных происшествий с участием юных участников дорожного движения. К сожалению, два ребенка погибли, был пассажир и управлял велосипедом, и 154 травмированы. Большая часть, конечно, это дети являлись пассажирами транспортных средств. Сейчас в связи с сезонностью актуальны стали дети, управляющие велосипедами, самокатами, средствами медальной мобильности. И как раз наша профилактическая работа направлена на вот эту аудиторию. Я знаю, что в акцию «Внимание, дети!» по-моему, входит еще и сопровождение автоколонну детских автобусов. Совершенно верно, это комплексно. Все направления, в том числе перевозки детей, в летний период это более актуально. Дети едут в лагеря, в другие места отдыха. И как раз служба госавтоинспекции, там где это предусмотрено, организовано сопровождение патрульными экипажами дорожно-патрульной службы, для того, чтобы передвижение было максимально безопасным, комфортным для юных участников дорожного движения. Там, где эти одиночные передвижения, мы их не сопровождаем. Но мы должны понимать и мы проверяем, как водители, так и транспортные средства, документацию на предмет соответствия. И если есть какие-то вопросы, то такие транспортные средства не допускаются. Ну и та работа, которая у нас традиционно ведется, и сейчас это более актуально, увеличился трафик на региональных и федеральных дорогах. Интенсивное движение в отпуска, и родители едут с детьми, мы проводим, как раз, работу, направленную на предупреждение ДТП, когда дети являются пассажирами транспортных средств. Здесь больше проводим разъяснительную работу с родителями, в части правильного использования детских удерживающих устройств, разъяснительная работа. И в ночное время останавливаем, вечернее. И повторюсь, не всегда взрослые соблюдают эти требования, как это необходимо. Я надеюсь, что этим летом ДТП с участием детей их будет как можно меньше. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам. Если у вас закончились идеи для оригинальных завтраков, предлагаю прислушаться к нашему шеф-повару Анастасии Семяниевой. Какие только блины я не готовил, но вот блины по-уральски печь не приходилось. Смотрим, записываем, пробуем. Широка страна моя огромная, и в каждом регионе есть свой уникальный рецепт приготовления блинов. Поэтому сегодня предлагаю приготовить блины с припеком по-уральски. Припек будет состоять из сыра, а также зеленого лучка. Ну, а рецепт блинов вполне обычный, классический. На яйце, молоке, муке, соли, собственно говоря, и сахаре. Для приготовления блинов мы смешиваем яйцо с водой, также добавляем сахар, соль. И на этом этапе обязательно добавляем масло, после чего все хорошо перемешиваем. И только потом добавляем муку, чтобы у нас не образовалось мучных комочков. Далее разбавляем тесто, соответственно, молоком уже до необходимой консистенции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тесто готово, а для припека нарезаем лук и сыр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так приступаем к жарке блинов. И в какой момент появляется этот самый припек? Изначально мы совершенно обычно обжариваемся с одной стороны блин, после чего посыпаем начинкой, заливаем еще раз блинным тестом и переворачиваем. Вот так и получается припек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, момент, ради которого все это и затевалось. На самом деле я просто обожаю блины с припеком, потому что они очень плотные, очень сытные, и сам припек может быть любым, как сладким, так и соленым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ммм, это очень вкусно. Для любителей сыра великолепно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спонсор программы – федеральная аптечная сеть «Фармлент». Только в мае. Установите приложение «Фармлент.ру» и получите скидку 200 рублей на первый заказ. Может, сама в аптеку сходишь? А я и так все сама. Приложение «Фармлент» установила, лекарства забронировала, тебе только забрать. Установи приложение, получи промокод в подарок. Какой ты у меня самостоятельный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, дорогие друзья, на этом у нас для вас на сегодня все. Не забывайте заглядывать на официальные страницы программы «Утро» во Вконтакте и Однокласснике. Все материалы этого выпуска можно найти там и при желании подискутировать под ними. Всем отличного дня, хорошего настроения и, наконец-то, теплой погоды. Пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова